Сам он сеет, а ты просто следишь за процессом работы. Все остальное сделает компьютер. Автоматика подберет расстояние между семенами и почвой и проследит за количеством вносимых удобрений. Назвать Дмитрия Есипенко простым механизатором теперь язык не повернется. Правильнее будет оператор посевной машины. Сложный физический труд на современной технике сведен к минимуму. Не надо как раньше выходить и что-то делать руками, ключом и так далее. Комфортные условия труда не единственное преимущество современной сельскохозяйственной техники. Благодаря новому оборудованию серьезно возросла и урожайность. Меньше потерь идет уже на этапе засевания поля. Умный агрегат показали губернатору Кубани. Мениамин Кондратьев сегодня приехал в Брюховецкий район, чтобы провести с аграриями совещание о начале весенних полевых работ. Перед этим глава региона встретился с местными фермерами. Она способна выдерживать до сантиметра расстояние между семенами. 2,5-3 сантиметра она глубину выдерживает. Если будет глубже, уже проблема. Если выше, то может пересохнуть слой и не взойти. То есть это, к сожалению... Коллеги, я вот задумываюсь на самом деле, разве может человеческая рука это сделать? Никогда в жизни. Как бы мы ни говорили. А самое главное, насколько продумано, правильно он сказал, чтобы семена на определенном расстоянии друг от друга были. Для того, чтобы они еду друг у друга не забирали. Никогда не помню, что с родителями. Конечно, это же важно было абсолютно, чтобы им хватало питания для развития. И сегодня машина это делает. Я думаю, что безусловно возможности вашего хозяйства и завтрашний день зависит от того, что вы вовремя сделали модернизацию. Друзья, вовремя. Поверьте, это принципиально важно. Сегодня не то, что не отстать, а предупредить ситуацию, прочувствовать и понять, что вложившись в такую технику, вы явно выигрываете. И завтра получаете конкурентное преимущество. Посадки кукурузы, подсолнечника и сои, если позволит погода, на ферме приступят к середине марта. Губернатор поинтересовался у сотрудников, довольны ли те зарплаты. Работники заверили, что грех жаловаться. Выходит не меньше 30 тысяч рублей в месяц. И это, пожалуй, лучшая оценка деятельности всей фермы и ее руководства. Стабильность ваша, стабильность селян, людей, которые живут на селе и тех, которые особо у вас работают. Поэтому нам важно сохранить сегодня тех, кто на самом деле настоящих хозяева на земле. А вы сохраните жизнь. Вот и все. Мой принцип очень простой. Поддержать тех, кто может дать рабочие места, создать производство, создать переработку, максимально относиться к земле с душой, по-хозяйски. А дальше все остальное вы сами на селе создадите и приумножите. Пока на одной ферме готовятся к севу, в другом хозяйстве ждут урожай азимых. Мениамину Кондратьеву показали поле с пшеницей. Опытный аграрий, просто пройдясь по почве, понимает, что это живая земля. Поверхность мягкая, значит, достаточно влажная. С необходимым количеством органических удобрений. Очень важно обратил внимание губернатор сохранить плодородие кубанских земель. Сегодня состояние азимых какое? В целом, по краю хорошее. Все виды на высокий урожай. На высокий урожай. Если, дай бог, сохраним такое же состояние, или потом приумножим, как говорится, то есть мы можем выйти на очередной рекорд. Мы вам принесли, вот смотрите, вот это что-то есть в ризосфере. Вот вы трясете, она стряхивается. Но вы же смотрите, сколько на корне остается. То есть чем больше остается, тем больше корней. Она обволакивает корень, все питательные вещества на черноземе. Во всем мире поискать не найдешь. Но еще раз подчеркиваю, какая она будет через 30-50 лет. Наш кубанский чернозем целиком зависит от нас, только от нас. Вот такой же он будет дышать, таким же он будет... Здесь оптимальная люцерна больше. Вообще все просто, да? Если по вашему счету, по-простому с душой к этому отнестись. Абсолютно просто. Собираясь уже на совещание с аграриями, губернатор обратил внимание на рабочих в лесополосе рядом с полями. Они обрезали старые деревья и убирали мусор на участке. Делать это без специального разрешения запрещено. Но не все хозяйства спешат получить такое разрешение. Хотя от состояния лесополосы, которое защищает поле от выдувания почвы, напрямую зависит качество урожая. Здесь нужно общее правило, по которому мы должны, наверное, если земля находится в аренде, либо в собственности у того или иного, или агрохолдинга, либо просто фермера. Но лесополоса должна тоже быть у него же. Это как в сказке, корешки и вершки. Вот не бывает корешков без вершков, и вершков без корешков тоже не бывает. Поэтому вот здесь та же самая ситуация. Давайте по работе здесь, Юрий Александрович, допустим, может быть и законом края, в том числе прилегающих к земельным массивам лесополосы, должны однозначно переходить на праве аренды владельцу или земли, или арендату. На большое совещание Вениамин Кондратьев собрал аграриев со всего края, а также руководители муниципалитетов. В списках участников впервые не числится Александр Найденов. Перед началом разговора о ходе весенних полевых работ, собравшиеся почти ли память выдающегося кубанского ученого, минуты молчания. К профессору многие обращались за советом, ведь его огромный вклад в процветающий аграрный край трудно переоценить. Как сделать хороший урожай стабильным? Сегодня главная тема на повестке дня. Кубань, житница России, от края ожидает высоких показателей. В прошлом году в регионе собрали рекордный урожай – почти 10,5 миллионов тонн. Это свыше 11% в общероссийском объеме. В этом году задачу стоит взять не меньше и при этом не потерять в качестве, говорит Кондратьев. О том, насколько край готов к весенней полевой кампании, подробно докладывает вице-губернатор, курирующий отрасль АПК Андрей Коробко. Что касается текущей ситуации, то анализ показывает. К весенней посевной кампании мы посмотрели, в принципе, все предприятия готовы. Погода для проведения всех работ, мы видим, что складывается. И прогноз, который сегодня видим, довольно-таки благоприятный. В своем докладе Андрей Коробко затронула тему усевооборота. Сегодня закон успешно работает в крае. В прошлом году доля многолетних бобовых культур превысила 13%. Но в 15 муниципалитетах требования не выполняются, из-за чего показатели не превышают и 8%. Хозяйства, которые соблюдают правильный севооборот, обречены на высокий урожай и зерно хорошего качества, когда другие просто ищут отговорки. Вениамин Кондратьев принимает довольно радикальное решение. Реальный инструмент – это субсидии. И он в руках у вас, Андрей Николаевич, субсидии. Поэтому государство, создав институт господдержки в виде субсидий, оно стимулирует в первую очередь развитие агропромышленного комплекса. Развитие. И, конечно, вправе, если оно субсидирует, поддерживает развитие, потребовать и создать приоритеты в развитии. Мы сегодня все вместе пришли к тому, что без севооборота дальше никак. Мы убиваем землю. Если сегодня этого нет, то и субсидий должно не быть. Потому что такие горе-собственники не нужны. Они никогда не добьются никаких урожаев. Не то, что рекордных, просто нормальных урожаев не добьются. Не соблюдают, не хотят. Не нужно ничего просить. Еще раз подчеркиваю. Не нужно просить. А дайте тем, кто соблюдает и хочет. Вот и все. В силу уступили изменения федеральной закона господдержки в сфере сельхозстрахования. Если раньше страховым случаем считалась утрата минимум пятой части всего урожая, то теперь будут возмещать все убытки, даже небольшие. Из федерального и краевого бюджетов на агрострахование выделят 340 миллионов рублей. В этом году кубанские аграрии заручились и поддержкой теплой погоды. На поле они вышли одними из первых в стране в начале февраля. Теперь землю подкармливают удобрениями. Доктор сельскохозяйственных наук и академик РАН Людмила Беспалова уже успела объехать некоторые районы края и изучить состояние посеев фазимых культур. В целом специалисты остались довольны. Мы промониторили, можно сказать, большую часть районов нашего края. И вот большинство, на большинстве полях испытывали просто наслаждение, просто счастье от состояния этих полей. Конечно, техника, прямолинейность, расстановка растений по площади питания, это низкая конкуренция в посеве. Это основа того, что мы получим большое количество продуктивных стеблей на квадратном метре, если будем правильно работать. Стратегическая задача для краевых властей сегодня – это переход на собственные семена. Самой импортозависимой культурой по-прежнему остается сахарная свекла. 99% сейчас закупают за рубежом. Вениамин Кондратьев отметил, пока этот вопрос не будет решен, край не сможет полностью обеспечить продовольственную безопасность страны. По мнению губернатора, отечественное семеноводство нуждается в поддержке. Для этого край готов ввести новый вид выплат. В Краснодарском крае всего высевается, или в прошлом году высевалось сахарная свекла, всего лишь 1% нашими отечественными семенами. Основным фирмам-поставщикам семян, свеклы, были сделаны предложения, но ни одна не захотела заниматься генетикой и селекцией. Они не хотят давать нам перспективы для развития, и мы сделали упор на развитие нашей кубанской селекции. Мы тоже за то, чтобы семена у нас были отечественной селекцией. И вот, к сожалению, свекла у нас и сирота, по большому счету. Но я вот думаю, Сергей Ильич, у вас есть все шансы стать отцом семян свеклы нашей. И знаете, чтобы вас поддержать, по большому счету, давайте мы с Владимиром Николаевичем сейчас обсудили, мы субсидируем 70% затрат, возврат для сельхозпроизводителей, которые будут сеять семена свеклы отечественной селекцией. Кубанская не можем, а отечественная 100%. Хороший и качественный урожай нужно убирать современной техникой, которая позволяет работать практически без потерь. Парк сельхозмашин край обновляется регулярно. Ежегодно в поля выходит свыше 500 единиц комбайнов, тракторов и культиваторов. На совещание аграриям предложили эффективный инструмент обновления техники, который уже больше 30 лет. Программа, с помощью которой ее можно поменять на выгодных условиях. Мы совершенствуем свои процессы, оптимизируем количество документов, для того, чтобы упростить процедуру подачи заявок и упростить процедуру взаимодействия с клиентами. Мы все это делаем, мы совершенствуемся для того, чтобы сельхозпроизводители обращались к нам и решали максимально эффективно задачу переоснащения парка сельскохозяйственной техники. Любая программа, она чем хороша? Если у нее есть финансовое обеспечение, если есть финансовое обеспечение, конечно, возможно, в том числе и в лизинг давать на таких условиях. Но, поверьте мне, любая программа имеет и финансовые ограничения, в том числе, и она, дай бог, чтобы работала год, два, три, пять, десять лет. Поэтому эта фраза, кто первый встал, то в этапе, должна быть для нас такой стартовой. То есть, на самом деле, успеть попасть в программу и взять технику на выгодных, а она явно на выгодных, для сельхозпроизводителей условиях. Сегодня именно тот момент. Прозевать и пропустить его ни в коем случае нельзя. Все озвученные на встрече предложения в конечном счете должны привести к росту производства в сельхозотрасли, а значит, и к увеличению экспорта. В 2024 году объемы продаваемой за рубеж агропромышленной продукции на Кубани планируют увеличить почти до 4 миллиардов долларов. При этом стоит задача экспортировать не просто сырье, а уже товары переработки. Яна Бузычкина, Александр Иванченко, Виктор Чаусов, Алексей Комаров, Кубань-24, Брюховецкий район.